В Воронежской области остается все меньше свободных коек для пациентов с коронавирусом. Мы решили узнать, сталкивались ли жители нашего города с этой болезнью. Сталкивались вы или ваши знакомые с коронавирусом? Нет. Это просто заставили тут одеть маску всю. А так еще я, вы знаете, я понимаю, что есть вот этот вирус, да, и считаю. Но, как моя бабушка говорила, наш антибиотик – это чисток. Меня пока не коснулось этого. Сталкивались, конечно, конечно, но мы, видите, массовый режим соблюдаем. И родом у нас два человека у меня в семье переболело. Лично среди моих знакомых никто не заболел. Я этому очень рада. Нет. Пока не получается. Он нас не берет. Мне уже больше 82 лет, поэтому я не боюсь уже. Ну, как бы я слышала, сама не сталкивалась. Как считаете, Воронежское здравоохранение справляется с пандемией? Трудно сказать. Легкие надо уметь слышать. КТ не все умеют делать. А в этом в итоге страдают люди. Стараются, работают. Ну, поскольку я знаю информацию. Конечно, в усиленном режиме, ну, все такое. То есть у меня вся информация идет из телевизора, из интернета. Мне кажется, справляются. Затекает, потом опять возобновляется. Ну, как можно сказать, что они справляются? Конечно, нет. Говорят люди, что тяжело, что пациентам много в больницах, что мест не хватает вроде бы для всех, как бы, заболевших. Не знаю. Знаю, что у нас увеличивается. Пошло, ой, извините. Пошло на увеличение сейчас. То было в мае, то вниз, а потом сейчас вверх поперло. То есть нет пока лечения. Думаю, нет, не справляются. А почему? Потому что вакцинацию не производит никто. Ну, справляется, справляется, да. Конечно, нет. Вот эти цифры дут, и это вообще ерунда. Каждый день по 184 плюс-минус. О чем говорить? Говорят, что все уже переполнено, и укладывать уже некуда.